Окей, еще раз всем добрый день. У нас с вами сегодня вебинар. Мы с вами уже давно не виделись, если быть точнее, больше двух месяцев. И за это время у нас накопилось огромное количество новостей, событий, которые мы с вами сейчас как раз-таки озвучим. У нас будут новости компании, и во второй части мы сделаем как итоги месяца. Мы с вами подведем итоги апреля и мая, и обязательно будем чествовать партнеров, которые очень активно работали в партнерской программе с клиентами, с продуктом в апреле и в мае. Давайте начнем с новостей компании. Так, новости компании. Вначале про продукт. Что у нас интересного хорошего происходило с продуктом все это время? Очень много на самом деле событий. Я выбрал самые-самые важные, которые мне хотелось бы подсветить, потому что они имеют определенный смысл. Значит, начнем с того, что мы постоянно в процессе ищем новые возможности или новые способы применения UDS. То есть мы привыкли, что UDS это для малого и среднего бизнеса, это система лояльности. В основном это для компаний, которые работают офлайн. Значит, и вот с этим мы привыкли. Вот последние почти 9 лет мы занимаемся разработкой продукта и занимаемся его продажей. И для нас, вот, как бы мы привыкли, что это наша целевая аудитория. Вот и все. И сейчас мы вот в данный момент активно занимаемся поисками новых возможностей, где мы еще можем применить UDS. И на самом деле здесь огромный вообще полигон для самореализации, для того, чтобы найти способы, где продукт мог бы приносить большую пользу. И вот первый кейс, которым я хотел бы с вами поделиться. Я думаю, что вы многие уже видели и смотрели, как это работает. Значит, тем не менее, я хотел бы его подсветить. Не так давно у нас произошла коллаборация с производителем. Причем, это коллаборация именно с производителем, не с продавцом, который занимается продажей конечным клиентам. А это коллаборация именно с производителем. Это очень важно. Смотрите. Вот в обычной жизни для производителя, кто является конечным клиентом? В данном случае молокозавод. Для него конечный клиент – это тот, кто приходит в магазин и покупает пакет молока. Это и есть его конечный клиент. И весь интерес, как правило, ну, подавляющее большинство интереса должно быть сфокусировано именно на конечном клиенте. То есть работа, маркетинг и так далее. Вот. Но как обычно устроено, то есть есть крупный производитель, какой-то крупный производитель. К нему приезжают крупные оптовики, которые потом отгружают продукцию там средним, мелким оптовикам. Те разводят уже по магазинам и в магазин приходит конечный клиент и покупает этот пакет молока. То есть вот эта вот цепочка, она бывает иногда большая от производителя до конечного потребителя его продукции. То есть много оптовиков, различных там дилеров и так далее, магазина и так далее. И вот эти посредники, они не так заинтересованы именно в продвижении этого продукта и сделать так, чтобы клиент был доволен. Заинтересован производитель в конечном клиенте. И, как правило, у этого крупного производителя вообще нет возможности дотянуться до конечного потребителя. Вот единственный способ коммуникации, который я когда покупал пакет молока, единственное, что я там видел, это если у вас есть жалобы по нашей продукции, что не нравится, вот телефон звоните. Единственный способ коммуникации. Я не говорю о том, что можно было бы там оцифровать клиентскую базу, я не говорю о том, что иметь какой-то канал общения с этой клиентской базой. И вот данный кейс как раз-таки показывает, что UDS, он дает возможность крупным производителям не только оцифровывать свою клиентскую базу именно конечного клиента, не только знать его портрет, но и иметь канал коммуникации с этими конечными клиентами. И это на самом деле очень круто. И вот эта коллаборация, вот этот кейс, он был, кстати, он был отработан партнерами. Хочу еще раз поблагодарить партнеров пермской команды, потому что компания здесь вообще не участвовала. Это идея партнеров, нашего партнерского сообщества, и компания только там технически все это делала. Вот. И вот эта коллаборация, она была произведена. Причем, ну, вы видите на этом слайде, что вот этот молокозавод, три месяца, это май, июнь и июль, еще по весь июль будет, весь июнь и весь июль это будет продолжаться, 6 миллионов пакетов с молоком. Производитель наносит на этот пакет QR-код UDS, и каждый клиент, который покупает этот пакет молока в магазине, когда мы приходим, берем этот пакет молока, мы можем отсканировать этот QR-код, и таким образом попасть в базу производителя, в данном случае молокозавода. Тут еще интересная механика, что здесь еще закрутили кросс-маркетинг, здесь кросс-маркетинг с санаторием, то есть все, кто сканирует QR-код, они имеют возможность участвовать в розыгрыше путевки в санаторий. И вот в этой коллаборации произошло вин-вин, там сколько, 4 вина, то есть здесь выигрывают обычные покупатели, которые покупают молоко, они имеют возможность поучаствовать в розыгрыше путевки в санаторий. Здесь выигрывает производитель молокозавод, потому что он может оцифровать всю свою клиентскую базу, то есть, ну не всю понятно, но перевести в цифру тех людей, которые пользуются его продукцией. Не только перевести в цифру, а иметь портрет этого клиента и еще иметь способ коммуникации с ними, то есть он может как-то до них достучаться, как-то их о чем-то оповещать и так далее. Или, например, запуск какой-то новой продукции, это может быть не только реклама там по федеральным каналам или по местным региональным каналам, это еще могут быть пуш-ведомления просто по базе, для того, чтобы оповестить об этом. Здесь третье, это выигрывает санаторий, который участвует в кросс-маркетинге, он тоже получает эту клиентскую базу, и еще может с этой базы получить клиентов себе, которые к ним приедут, значит, и будут потом, будущим его клиентом, будут пользоваться его услугами. Ну и четвертый выигрыш – это компания, потому что мы как компания получаем большое количество новых пользователей. И вот это потрясающая коллаборация, и почему я вам об этом еще раз рассказываю, я знаю, что многие об этом слышали, понятно, что там и в соцсетях мы об этом говорили, партнеры говорили. Если у вас есть какой-то знакомый производитель, то вы можете принести ему этот кейс, показать, как это сработало, значит, и ту же самую механику запустить с крупным производителем. То есть, если, например, раньше люди спрашивали, как, например, как использовать UDS у крупных производителей, которые там в основном работают с B2B, то есть они об основном общаются с крупными оптовиками и так далее. Вот, пожалуйста, вам кейс. То есть UDS можно использовать абсолютно, ну, практически в любом бизнесе, в любом производстве это можно сделать, потому что абсолютно любой бизнес заинтересован в оцифровке клиентов. То есть, что делает UDS? Он оцифровывает клиентов, он дает способ коммуникации с этими клиентами, какой бы, вот чем бы ни занимался бизнес, не имеет вообще сейчас значения, чем занимается бизнес. Потому что абсолютно любой бизнес хочет оцифровывать своих клиентов, потому что это валюта, ну, не скажу на 21 век, это сегодняшняя валюта. Самое ценное, что есть у любого бизнеса – это активная клиентская база, с которой ты имеешь возможность взаимодействовать. Еще раз хочу подчеркнуть, что это было сделано полностью силами партнеров. Это креатив партнеров. И еще раз огромное спасибо ребятам перской команды за этот кейс. Так, идем дальше. Значит, что еще появилось? Значит, опять же, мы привыкли, что UDS – это продукт для оффлайна. То есть, это когда есть какой-то магазин на земле, там какая-то точка продаж, куда человек приходит, покупает, где здесь взаимодействие там с кассиром и так далее. То есть, как правило, значит, мы привыкли к этому. У нас были клиенты онлайн-магазинов, но там была не совсем правильная механика работы с продуктом. И вот сейчас мы в приложении сделали такой блок. Это сквозной блок. Он светится на всю страну, на все абсолютно скачивания. То есть, на всех наших пользователей. На сегодняшний день мы сейчас подходим к отметке 34 миллиона. Скоро эту отметку уже возьмем. Потом будем праздновать с вами 35 миллионов. Я думаю, что к концу года мы с вами должны пробить 40 миллионов отметку скачивания. Значит, так вот, вот этот сквозной блок, он светится на все наши, на всю нашу аудиторию. То есть, это блок, куда может зайти абсолютно был человек. И в этом блоке мы размещаем онлайн-магазины, интернет-магазины, которые работают по всей стране, по всем регионам. Вот. И человек может выбрать себе какой-то товар и поучаствовать в их системе лояльности, получить там бонусы, получить, может быть, какой-то сертификат, скидку, там, поучаствовать в акциях и так далее. То есть, это блок специально для интернет-магазинов. Поэтому сейчас, если у вас есть интернет-магазины, потенциально в переговорах, вы можете им об этом говорить. Я думаю, что это очень, так как мы сегодня уже, ну, становимся одной из, ну, то есть, очень крупной федеральной площадкой с, там, почти 34 миллиона скачиваний, с аудиторией, которой активность аудитории постоянно растет, интернет-магазином, я думаю, что это будет интересно, как еще один канал трафика, как еще один способ получить новых клиентов. Поэтому вот в этом блок, пожалуйста, welcome, можно в этот блок приглашать онлайн-магазин, интернет-магазин. Идем дальше. Следующий кейс. Еще один блок тоже у нас появился. Это блок все, что связано с туризмом, туристические компании или компании, которые предлагают какие-то путешествия и так далее. То есть, тоже отдельный блок, который является сквозным, он светится на все абсолютно регионы, на всю нашу клиентскую базу. И в этом блоке мы размещаем туристические компании или предложения какие-то туристические, там, где можно путешествовать, но путешествовать выгодно. Опять же, участвовать в системе лояльности на какого-то там туроператора, получить бонусные баллы или получать какие-то скидки, акции, сертификаты, участвовать в акциях и так далее. Идем дальше. Тоже вы видите появление крупных рекламодателей у нас на площадке. У нас есть специальный блок, это приложение наших партнеров. И сейчас еще раз повторюсь, мы становимся, не становимся, мы уже крупная федеральная площадка с большим количеством пользователей. И понятно, что все больше и больше интереса мы получаем от крупных федеральных компаний, которые к нам приходят. И вот сейчас на очереди уже большое количество переговоров. И будет расти все новые и новые крупные федеральные рекламодатели, которых мы знаем, которые не сходят с экранов телевизоров в обычной рекламе. То есть они будут появляться тоже на нашей площадке. То есть мы не говорим о том, что вот мы скоро станем или мы там стремимся. То есть все уже факт произошел, что мы с вами крупная федеральная площадка с очень большим количеством, с очень большой клиентской базой. То есть это уже факт. И мы с вами в этой новой реальности уже живем. То есть мы раньше об этом говорили, вот мы уже в это пришли, и мы уже вот в этом живем уже. И вы каждый день видите подтверждение этого. Идем дальше. Дальше. Мы решили потестить новый тариф. Значит, у нас есть абонентская плата 30 условных единиц в месяц, есть 100 условных единиц в месяц. И мы сейчас запустили, это как тест гипотезы, это пока такая бета, значит, попробовать новый тариф, посмотреть, как он будет работать. То есть это новый тариф, то есть каждый месяц ежемесячная абонентская плата, так скажем. И, значит, в чем его смысл? Все то же самое, но компании, которые на этом тарифе, на этой абонентской плате, мы их выводим в отдельный блок в приложении. У нас есть блок рекомендаций. То есть рекомендации или рекомендованные, рекомендуемые компании. Значит, и вот компании, которые на этом тарифе, на этой абонентской плате, мы их выводим вот в этот блок рекомендуемой компании. Мы замеряли трафик, рекомендуем, вот именно в блок рекомендуемые. Там очень хороший трафик, туда приходит очень большое, то есть там очень много кликов, очень много приходит туда пользователей, и конверсия там тоже очень хорошая. Поэтому мы решили его каким-то, то есть думали, каким образом его монетизировать. И монетизировать не просто, то есть не так, как обычная реклама, то есть продажа обычной рекламы, а вот именно через тариф, то есть через новую абонентскую плату. И вот сейчас пока это тест. Если кому-то интересно, из клиентов вы можете написать на компанию, и мы вас добавим. Но пока мы сейчас смотрим, как он будет работать. Понятно, по нему еще есть вопросы по этому тарифу. Но это то, что прямо сейчас происходит. Возможно, у нас вот этот тариф появится. То есть мы расширим тарифную линейку, и будет более дорогой тариф. Идем дальше. Что у нас еще нового? Вот буквально вчера, по-моему, вышел у нас релиз, или это было в понедельник, на этой неделе вышел релиз, большое обновление функционала валета. Что такое валет, я думаю, тоже вам известно. То есть это электронная дисконтная карта, которую можно выпустить, дать клиенту. То есть в любом телефоне есть приложение валет, кошелек, и он может туда добавить вашу карту. Для чего это нужно? Понятно, что лучше, конечно, всех своих клиентов просить скачивать мобильное приложение UDS. Но если клиент не хочет по каким-то причинам скачивать приложение UDS, то вы можете выдать ему карту валет. И эта карта, то есть во всех еще раз телефонах предустановлено стоит вот этот кошелек. И вы можете этому карту, клиенту, выпустить карту свою. Обновление, что касаемо обновления, то есть чего она коснулась. Большое обновление в плане доставки пуш-евдомлений. Значит, сейчас пуш-евдомления, они приходят не только в UDS, но еще приходят в приложение валет-карты. То есть в само приложение вот этой кошелечки валет. То есть, когда вы делаете оповещение по своей клиентской базе, отправляете пуш-евдомления, оно приходит не только в приложение UDS еще раз, оно еще приходит в валет. И поэтому если у человека, у вашего клиента нет приложения UDS, мы все равно его достанем пуш-евдомлением в приложение валет. Значит, на этом не все. Еще работает так называемый геопуш. То есть, если клиент проходит мимо вашего заведения, и приложение мы это видим, то мы пришлем ему пуш-евдомление, успей потратить свои баллы. То есть, сейчас приложение приходит в приложение, пуш-евдомление приходит в приложение валет, если там есть ваша валет-карта, выпущенная вами. И мы решили сделать акцию. После этого обновления всем новым клиентам, новым клиентам, которые подключатся в июне, будет доступно безлимитное количество валет-карт. Безлимитное. Значит, что значит безлимитное? Вот сейчас на рынке есть много компаний, которые предлагают подобный функционал именно валет. То есть, они выпускают только валеты. И у них в основном монетизация у них за количество карт. То есть, например, там за тысячу выпущенных карт вы платите там одну сумму, там две тысячи больше, три тысячи больше, там десять тысяч еще больше, ну и так далее. То есть, чем больше карт выпускаете, тем больше денег платите. Вот. Всем, кто подключится в июне, все клиенты, они получат безлимитное количество валет-карт. Выпускайте сколько хотите. Там сто тысяч, двести тысяч, не имеет значения. Это все будет в рамках 2400 рублей, то есть 30 условных единиц. Все клиенты, которые подключатся в июне. Более того, там другие сервисы, они тоже монетизируются с помощью пуш-уведомлений. То есть, они за то, что они отправляют уведомления, они тоже берут деньги. У нас это тоже все включено вот в эти 2400 рублей. То есть, все новые клиенты, они могут сколько, два раза в неделю, восемь раз в месяц отправлять пуш-уведомления по всей своей клиентской базе. Я думаю, что это очень хорошее предложение. И это будет только в июне. Еще раз, это будет работать в июне для новых клиентов, то есть, для клиентов, которые подключатся в июне. И вот эта вот история с безлимитным количеством будет работать у них все время. То есть, не только июнь, а вот те, кто подключатся, уже всю жизнь они могут пользоваться безлимитным количеством валет-карт. То есть, за 2400 рублей человек получает весь функционал вот этих валет-карт, которые есть в других компаниях, намного дешевле. И еще плюс сверху все механики, которые есть в UDS. Вот это, я думаю, что это просто шикарное предложение, от которого невозможно отказаться. Так, идем дальше. Что еще нужно сказать? Нам скоро 9 лет. Мы с вами будем в этом году отмечать 9-летие, а в следующем году мы с вами будем отмечать юбилей. В следующем году будет просто грандиознейшая тусовка. Но это будет в следующем году. В этом году будет не менее грандиозная, потому что 9 лет – это тоже очень хороший возраст. И в этом году мы будем также отмечать это все в начале августа. И мы очень долго, почему мы немножко затянули с объявлением этого мероприятия, потому что мы долго думали над форматом и решили немного изменить формат празднования дня рождения компании. Давайте вспомним, как это было раньше. То есть, мы все дни рождения в самом начале. Мы отмечали, мы обычно делали какие-то мероприятия, то есть, были какие-то тусовки. Потом мы как-то плавно перешли на формат конференции. То есть, на день рождения мы делали конференцию, где все собирались, выступала администрация, выступали партнеры. И потом это заканчивалось каким-то такой, ну, вечеринкой, был ночной клуб, значит, мы там шли куда-то в ночной клуб. Вот. И в этом году мы решили формат немножко поменять. То есть, в этом году мы решили не делать конференцию, потому что у нас достаточно, в принципе, и так, конференции, и онлайн-конференции, и у нас есть большая конференция, которая называется «Итоги года», куда мы все приезжаем, и там прям полный отчет администрации, партнеры выступают, обучение и так далее. Вот. Поэтому мы решили в этом году, день рождения, отметить просто классной тусовкой, вечеринкой и сделать тематическую вечеринку. То есть, сделать какую-то тематику и вот прям хорошо потусить и отметить девятилетие компании, день рождения компании. Значит, и так как у нас это тематическая вечеринка, у нас есть есть одна особенность, есть у нас лимит по количеству человек. То есть, мы не можем на большое количество людей сделать хорошую, качественную, тематическую, крутую вечеринку. Вот. И в этом году мы посчитали, что вот на нашу тематику, чтобы сделать классно, это всего лишь 500 человек. Это то, это максимум, который может приехать на день рождения компании. Поэтому мы решили, что это как раз-таки, наверное, приглашение всех наших VIP-партнеров. То есть, поэтому на вот празднование девятилетия компании мы хотим пригласить наших партнеров в статусе VIP. Значит, и в этом году празднование дня рождения будет два дня. Значит, будет, скажем так, две активности. Первая активность, это будет 5 августа. Это будет обучение VIP для партнеров на пакете VIP. Значит, это будет обучение от топ-партнеров компании. Также будет у меня там блог. Я тоже буду на этом обучении. У меня будет тоже тема, с которой я буду тоже выступать. То есть, мы с вами 5 августа, это будет суббота, мы с вами встречаемся в Ридскалтон, в Москве, в самом центре Москвы, в очень хорошем отеле, наверное, самом лучшем отеле Москвы. И там будем с вами учиться. У нас будет большой зал. В прошлый раз был поменьше, сейчас будет большой зал, будет комфортно. И мы с вами будем обучаться целый день 5 августа. Обучение для партнеров на пакете VIP. Значит, туда попадают только партнеры, только на пакете VIP. Значит, 5 августа в субботу мы с вами собираемся, учимся. А на следующий день, мы с вами 6 августа, это будет суббота, мы с вами идем уже на закрытую VIP-вечеринку. У нее есть своя тематика. Значит, более подробно после вебинара, сегодня, может быть, завтра в каналах компании появится вся информация, все детали там по дресс-коду, то есть, там нужен определенный дресс-код и так далее. То есть, вся информация будет там. Сейчас я не буду, наверное, тратить время. Значит, 6 августа мы с вами проводим вот эту вечеринку. Значит, что будет на вечеринке на самой, то есть, у нас там фуршет будет, то есть, это еда, алкоголь, то есть, все это будет, программа развлекательная, живая музыка, все, в общем, все как мы любим. И локацию мы выбрали, если вы помните, мы одну из вечеринок проводили в стиле английская вечеринка. Мы делали такой светский раут, как английская вечеринка. Мы это делали в Москве в лофте. То есть, мы полностью снимали лофт. Вот кто был, помните, там несколько локаций по лофту, и, значит, в рамках лофта была вот эта тусовка. В этот раз мы решили взять эту же локацию, то есть, это будет тоже лофт, тоже там несколько будут локаций, и вот там будет такая большая тусовка. То есть, можно будет одновременно там разными вещами заниматься. Тут дискотека, тут там живая музыка, тут еще что-то. Тут можно выше, там, тут любители кальяна, здесь фуршет, здесь пообщались, здесь посидели, значит, здесь там выпили коктейль, там еще что-то. То есть, вот такая вот вечеринка. И, значит, все это будет вот в роскошных интерьерах современного лофта. Значит, теперь, что касаемо билетов. Значит, у нас будут билеты, причем мы понимаем, что на, вот смотрите, на вип-обучение, например, партнер приехал, то есть, на вип-обучение еще раз допускается только партнеры компании. Значит, вы приехали, поучились, но на второй день вы можете пойти уже со своей второй половинкой. Понятно, что на тусовку вы можете взять свою вторую половину, значит, и исходя из этого, у нас есть две опции по билетам. Если один билет, если вы один приезжаете на обучение и на мероприятие, на тусовку, на вечеринку, то это билет, они появятся, уже должны сегодня прийти в бэк-офисах, билет будет 200 условных единиц. Если вы со второй половиной, то есть, вы приходите на обучение, а на следующий день уже идете со второй половиной, то этот билет будет стоить 350 условных единиц на два человека. Вот, поэтому в бэк-офисах уже сегодня должна появиться эта опция. Еще раз, у партнеров, у которых, которые на пакете VIP, у вас будет кнопка появится, она будет активная. Значит, у партнеров, которые не на пакете VIP, у вас тоже будет эта кнопка, но она будет неактивная. При переходе на пакет VIP, кнопка станет активная, и у вас будет возможность этот билет приобрести, этот билет взять. Еще раз, максимальное количество на вечеринку – это 500 человек. Я так предполагаю, что если все идут со второй половины плюс один, то это порядка 250 партнеров, которые идут со второй половиной. Если, например, вы вдвоем в бизнесе, и вы вдвоем на пакете VIP, то вы тоже можете этой опцией воспользоваться. Там пакет 350 условных единиц, вы вдвоем приходите и на обучение, и на вечеринку. Так, вот да, 2018 год. Мне напоминает, это была у нас английская вечеринка. Очень круто, я думаю, прошла, классно. Вот мы хотим, мы немножко соскучились по вот этим тусовкам, и вы знаете, как мы можем делать вечеринки. Те, кто с нами уже давно, те, кто недавно присоединились, вы можете посмотреть видео с наших вечеринок, начиная с white party. Значит, в Чехии мы были, в Грузии были, в Лофте были, в white party вечеринка. В общем, посмотрите, как мы делаем. То есть, это будет очень крутое событие, классная тусовка. Вот, то есть, мы с вами будем отмечать 9 лет. Это будет такая репетиция небольшая, к юбилею десятилетия. Десятилетие мы с вами там отметим, погубим, прям очень хорошо, потому что 10 лет – это прям юбилей, прям дата, серьезная дата. Это будет в следующем году. Поэтому в этом году надо собраться, отрепетировать, и в следующем году десятилетие мы с вами отметим просто бомбично. Так, идем дальше. После вечеринки нас ожидает с вами еще лидерский выезд. Это для партнера в статусе региональный менеджер и выше. Значит, еще раз. Пятого мы с вами встречаемся, в субботу учимся, шестого вечеринка, седьмого – это будет понедельник. Мы с вами переезжаем из Москвы в Санкт-Петербург, и в Питере у нас будет лидерский выезд. Мы с вами седьмого перемещаемся, заселяемся, значит, на локацию, где это будет, и начиная с восьмого, восьмое, девятое и десятое, нет, даже восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого у нас будет уже само мероприятие, то есть будет само обучение. В общем, все активности. И двенадцатого там уже выезд, или там кто хочет останется на этой локации, где мы будем. И лидерский выезд от статуса регионального менеджера и выше. Те, кто в этом спринте закрыли или подтвердили регионального менеджера в этом спринте. Значит, еще раз, вся информация подробная будет очень скоро. Где-то в течение недели проведут, партнеры из ДМБ проведут вебинар обязательно по лидерскому выезду, что там будет. Скажу, что восьмого тоже у меня будет блок обучения, я тоже буду давать тему. Восьмого числа, это в первый день. Значит, поэтому мы вместе с вами поедем на это мероприятие и будем там общаться. Уже такое более неформальное общение. И вот этот лидерский выезд, это, по сути, планирование такое стратегическое, тактическое, планирование следующего спринта, как мы с вами будем работать вторую половину этого года. Так, ну, с этим все, да. И нам нужно отметить чемпионов за апрель и за май. Еще раз, мы с вами не виделись два месяца, более двух месяцев, поэтому апрель и май у нас были чемпионы, и нам нужно их отметить. Так, поехали. Начнем со статусов. Я объединил два месяца, вот, и поэтому будет одним списком. Начнем с ключевых менеджеров. Анна Семенова, Ставрополь, Марина Вильданова, Набережная Чулны, Кюней Федотова, Якутск, Карина Маняхина, Севастополь, Зарема Катаганова, Черкесск, Дарья Богабгаева, Улан-Удэ, прошу прощения, Екатерина Волоченко, Тверь, Сергей Ручкин, Волгоград, Наталья Готиятова, Москва и Ася Тарасова, город Илькутск. Это ключевые менеджеры. Идем дальше. Статус региональные менеджеры. Людмила Комаровская, Подольск, Сенхо Ким, Южно-Сахалинск, Василий и Ирина Шатуновы, город Южно-Сахалинск, Олеся Корчагин, Рязань, Наталья Жемчужина, Иркутск, Елена Лепехина, Краснодар, Андрей Маняхин, Севастополь, Алексей Татьяна Борщовы, Самара и Владимир Ручкин, город Волгоград. И у нас появился новый директор Надежда Болкисева, Асад, Пермский край. Надежда, мы вас поздравляем с закрытым статусом директора. Идем дальше. Отметим партнеров, которые очень активно работали в партнерской программе, и у них появились новые партнеры в первую линию. Начнем отмечать с количества 3. 3 новых партнера в течение месяца. Я тоже объединил списки. То есть это списки, когда за апрель и за май люди, которые в течение одного месяца в первую линию пригласили 3 новых партнера. Лилия Смирнова, Рязань, Никита Бугров, Ижевск, Оксана Разумова, Тверь, Светлана Дергунова, Тольятти, Денис Рудых, Иркутск, Саргалана Тимофеева, Якутск, Ирина Шатунова, Южно-Сахалинск, Оксана Жданова, Волгоград, Денис Уткин, Оренбург, Сен-Хоким, Южно-Сахалинск, Екатерина Володченко, город Тверь, Нургуяна Петрова, Якутск, Сергей Черебила, Москва, и Деркунова Екатерина, город Санкт-Петербург. Идем дальше. 4 новых партнера в течение месяца. Тамара Высоцкая, город Калининград, и у нас есть абсолютный чемпион. 6 партнеров в течение месяца. Галина Павлов, город Самара. Так, идем дальше. Теперь, что касаемо клиентов. Хочется отметить партнеров, которые активно работали с клиентами и подключили от 3 клиентов и выше в течение месяца. И тут будет 2 списка, будет отдельно по апрелю и отдельно по маю, потому что большое количество партнеров. Поехали. В апреле 3 клиента за апрель, за 1 месяц. Елена Люботина Киров, Кюнея Федотова, Якутск, Евгений Власов, Абакан, Константин Федотов, Иркутск, Ольга Нигматульна из Шкар-Ола, Владимир Атаманов, Пермь, Ольга Махалова, город Омск, Татьяна Сарапятова, город Одинцова, Сезар Рубанович, город Краснодар, Денис Рудых, Иркутск, Дмитрий Кременов, Калининград и Гульсана Аморова, город Бишкек, Кыргызстан. Идем дальше. 4 клиента за апрель. 4 новых клиента. Тамара Высоцкая, Калининград, Наталья Рыжова, Долгопрудный, Екатерина Шинкарева, Кемерова, Арсений Архипов, Пермь, Галимзянова Лилия Октябрьский, Игорь Маркин, Тверь, Олеся Титова, Рязань, Максим Моисеев, Москва, Татьяна Фурсова, Самара, Людмила Гришечкина, Сургут. Идем дальше. 5 новых клиентов в апреле. Даниил Голуб-Домодедова и Лилия Кузнецова-Яшкарова. И абсолютный чемпион у нас в апреле. 8 клиентов за апрель. В апрель 8 клиентов новых появился у человека. Светлана Дергунова, город Тольятти. 8 новых клиентов за апрель. Идем дальше. В мае. В мае. Несмотря на то, что полмесяца мы отдыхали, тут тоже очень хорошие результаты. Начнем с партнеров, у которых появилось 3 новых клиента. Александра Аноева-Якутск, Руслан Ченков-Иркутск, Татьяна Тюченко-Мыски, Светлана Дергунова-Тольятти, Елена Смолева-Абинск, СССК Баханова-Улан-Удэ, Павел Бердин-Тверь, УСССК сегодня день рождения. СССК, поздравляю тебя еще раз с днем рождения. Александр Малкин-Брянск, Татьяна Янкова-Иркутск, Лилия Смирнова-Рязань, Сурена Хабаркова-Улан-Удэ и Лариса Хамутинина-Город-Саратов. Идем дальше. 4 новых клиента в мае. Светлана Руфова-Якутск, Александр Булыгин-Конакова, Галина Павлова-Самара, Максим Моисеев-Москва, Гульсана Аморова-Бишке-Каргызстан, Иван Михайлов-Якутск. Идем дальше. 5 новых клиентов. Даниил Голуб, Домодедово, Сезар Убанович, Краснодар. 6 клиентов в мае. Игорь Маркин-Тверь. Идем дальше. 8 клиентов в мае. Екатерина Шинкарева-Кемерова. И абсолютный чемпион из Санкт-Петербурга. Вдумайтесь, в мае. Вместе с которой половину мы все отдыхаем. 9 клиентов за мае. Виктория Попова, город Санкт-Петербург. Виктория, поздравляем. Потрясающий результат. Так, и что еще нужно? Так, гонка городов у нас на сегодняшний день. Давайте посмотрим, какие города у нас лидируют. То есть мы... У нас есть два рейтинга по клиентам и по партнерам. Начнем по клиентам. 10 место. И что касаемо партнеров по партнерской программе. 10 место. Это Сургут, 9-й Екатеринбург, 8-й Тверь, 7-й Ешкар-Ала, 6-е Ставрополь, 5-е набережные Челны, 4-е Иркутск, на 3-м месте Москва, неожиданно, на 2-м месте Якутск и на 1-м месте с хорошим таким отрывом Южно-Сахалинск. Это Южно-Сахалинск, первое место в партнерской программе, в гонке городов. Так, также нужно отметить еще партнеров, которые забрали бонус масштабирования. В этом спринте у нас работает бонус масштабирования. Это бонус, который вы получаете при условии, что в этом месяце у вас получилось два новых партнера. То есть у нас есть, скажем так, идея, над которой мы сейчас работаем. Мы понимаем, что если каждый месяц партнер будет делать две новые регистрации, то есть у партнера будет в первой линии появляться каждый месяц два новых партнера, то это очень хорошая динамика, комфортная, нормальная динамика в бизнесе. Два достаточно. Значит, и это может, в принципе, делать любой партнер, который уделяет этому бизнесу достаточное количество времени. И когда у вас каждый месяц появляются два новых партнера, то эта динамика, она позволяет вам очень активно, очень быстро растить команду. И у вас, получается, вы запустили два новых партнера, они у вас начали работать. В следующий месяц два новых партнера, два новых партнера, два новых партнера. И таким образом команда растет. Вот в работе на первой линии мы никогда не должны останавливаться. Это мой опыт уже, уже, так, уже, сейчас скажу, 17 лет я работаю в партнерских программах. И это вот мой опыт за это время, что те люди, которые постоянно работают на первую линию, у них все, как правило, хорошо в бизнесе. И мы понимаем, что если еще раз партнер это делает, у него в бизнесе все будет хорошо, и команда будет расти, и чек, и статус, и так далее. И мы стимулируем таким образом, вот этим бонусом мы стимулируем это действие. То есть, если у вас в месяц появляются два новых партнера, вы получаете еще дополнительный бонус масштабирования. Вы получаете еще деньги дополнительные. По маркетинг-плану еще и плюс дополнительный бонус. И вот в эти два месяца, апрель-май, у нас было очень много людей, которые выполняют бонус. То есть, там огромный список, и сейчас нет смысла его читать, потому что мы с вами это будем делать, я не знаю, минут 20 надо читать. Вот, я думаю, все ребята, которые выполнили, вы знаете. Но я также понимаю, что потенциал еще больше. То есть, мы можем, то есть, вот этот список был порядка 150 человек. Но мы можем намного больше. То есть, мы можем по 200-300 партнеров каждый месяц этот бонус забирать. И это нужно всего лишь еще раз. Нужно делать просто ту работу, которую здесь нужно делать. И это, знаете, это как вот какие-то, ну, это как функциональные обязанности. То есть, в любой бизнес вы приходите, на любую работу вы приходите, у вас есть функциональные обязанности. Что тебе нужно делать для того, чтобы получать там зарплату, доход и так далее. То же самое здесь. Для того, чтобы у вас все было хорошо, и бизнес очень хорошо рос, и через там год-два вы могли выйти на хороший стабильный доход от партнерской программы, от клиентских денег. Это команда. И это работа на первую линию каждый месяц, два новых партнера. И вот мы в этом спринте начали об этом очень серьезно говорить. То, что так нужно делать. И у нас еще раз говорю, появился бонус, который поощряет тех людей, которые это делают. Бонус масштабирования. Обратите на это внимание. У нас сейчас 7 июня, месяц еще впереди. У вас есть в этом месяце возможность этот бонус забрать. Это тоже очень хороший день. Так, на этом все. Да, у нас все. Уже слайды закончились. Это все новости на сегодняшний день. И еще раз ждите в соцсетях новости про день рождения компании. И я думаю, что в течение сегодня заходите в бэк-офисы, и сможете увидеть там билеты. Еще раз, у нас ограничено количество билетов. Может случиться такая ситуация, что на каком-то этапе мы просто перестанем эти билеты продавать, потому что уже заполнится у нас лофт, и мы уже не сможем там больше собрать там людей, пустить туда людей. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас был билет, если вы собираетесь сюда ехать. На этом все. Я желаю вам хорошего месяца, продуктивного месяца. До скорых встреч. Все, всем пока.